В воскресенье в обед решил поехать в свою компанию, хорошее место покушать на московской. Соответственно, покушал и через день оказался здесь. После вкуса этого ужина Александр особенно хорошо прочувствовал в инфекционном отделении. На сладкое вместо десерта диагноз альмонеллез, диетическое питание в больничной столовой, но прежде бессонная ночь после застолья. Признаков я не понимал, что со мной. Я думал, день пролежу, пройдет. Когда температура до 40-ка поднялась, я вызвал скорую, приехали, сказали, у вас серьезный случай инфекционный, и отвезли. По приезду сюда уже сказали, что я уже четвертый за этот день. Как подозревают сами жертвы, ужин не первой свежести в одном и том же общепитии отведали семеро человек. Всех их ждал приемный покой в 40-й больнице. Все с клиника типичная кишечная инфекция, в средне тяжелом состоянии. На фоне проводимой терапии состояние достаточно быстро нормализовалось. Они все поступили с одной точки общепита. Все практически ели один и тот же продукт. Не практически, а точнее, все ели один и тот же продукт. Врачи выяснили, в меню у каждого пострадавшего был чизкейк. Содержимое этого пирожка, скорее всего, и привело посетителей на больничную койку. У части пациентов диагноз уже подтвержден. Это сальмонеллез. В самом кафе соглашаться с медиками не спешат. Понимаете, говорить можно многое. И если действительно что-то подобное произошло, мы готовы с этим работать. Но пока у нас нет никаких фактических подтверждений. Ни в коем случае мы не хотим травить наши кисти или еще что-то. Пробы с кухни-кафе исследуют санврачи. О результате оповестят на днях. Но назвать их неожиданными вряд ли получится. Кроме посетителей с кишечной инфекцией, слегкой поставщик продуктов для этого заведения. Саму же точку поспешили закрыть. Причина закрытия указана в объявлении якобы проведения ремонтных работ. Между тем, эти двери могут и вовсе больше не открыться. Часть пострадавших после выписки намерены обратиться в суд. По его решению, если вина ресторана будет доказана, заведения могут закрыть навсегда. Дмитрий Егоркин, Иван Мекешев, новости 41-го канала.